Нестабильность, которая прослеживалась в игре ЦСКА в стартовых матчах сезона, оказалась не случайной. Что доказало первый домашний матч с римской лотоматикой. По ходу встречи армейцы никак не могли поймать необходимый игровой ритм, чередуя удачные отрезки игры с откровенно провальными. В последнем смело можно отнести и концовку встречи, которая целиком осталась за итальянским клубом. Мы еще в процессе подготовки и в процессе поиска своей игры. Не было лидеров, не Лэнглана сегодня. Естественно, в Евролиге это большая потеря. Для нас Воронцевич только вернулся после болезни. Он участвовал в игре, но не в полной мере, как он выступал в первых двух играх. И, соответственно, ротация у нас удлиняется за счет молодых игроков. Саша Каун вернулся после болезни. Естественно, он не чувствует себя комфортно. И играть всю игру в Питерон практически невозможно. И за счет этого мы еще в процессе поиска своей игры и в процессе становления. Как видно, панических настроений в команде сейчас нет. Да и взяться им неоткуда. С подобного рода проблемами команда сталкивается уже не первый год. Даже в прошлые сезоны, когда клуб находился в более благополучном положении, на старте сезона проблемы не обходили команду стороной. Это нормальная ситуация. Команда немного поменялась. И пришли новые игроки. Сейчас пока новый тренер. Когда происходит смена какая-то в команде, всегда как-то притираются новые тренера и игроки тоже. Так что я думаю, что это нормальный рабочий момент. И я думаю, что все наладится. Пока же, помимо проблем игрового плана, ЦСКА приходится преодолевать и другие трудности. Впервые за четыре сезона своей команде в Евролиге не смог помочь Траджин Лэнгдон. А виноват в этом грипп. Хорошо еще, что не свиной. У него вирус гриппа был, но не свиной. То есть у него была температура, перед выездом в Красноярск была температура 38,5. Вот она длилась в течение двух дней. Сейчас у него температуры нет. То есть он уже восстановился и готов в следующей игре уже участвовать. То есть сейчас полностью здоров, но идет реабилитация. Он сегодня не участвовал, потому что все равно есть слабость, как у Воронцевича. То есть и врачи решили все-таки сделать запас, чтобы он восстановился полностью и потом участвовал в следующей игре. А ведь помимо Лэнгдона, в команде гриппом успели переболеть еще трое баскетболистов. А если вдобавок вспомнить, что ЦСКА на долгий период остался без помощи капитана Матижа-Смотиша, вопросы о причинах невыразительной игры армейцев отпадут сами собой. Мне сложно сравнить прошлогодние и нынешние ЦСКА и сказать, стали они сильнее или слабее. Однако я знаю точно, что когда в строй вернутся Траджан Лэнгдон и Смотиш, команда станет играть значительно сильнее, чем она играла сегодня. Я в этом уверен. Поспорить с игроками римской команды тут сложно. А вот насколько успешнее ЦСКА станет играть с возвращением своих лидеров, сможет показать только ближайшее будущее. Артем Кузнецов, Никита Токарев, Infox.